добрый день дорогие друзья о теме сегодняшнего ролика я скажу чуть позже а пока небольшое вступление так сказать заставка друзья все свои ролики все свои ролики я верни в своих роликах во всех своих роликах я пытаюсь донести то что наиболее эффективно и то что приносит наиболее хорошие результаты все это основано в основном основано в основном на моем опыте и как это происходит вот именно как это у меня происходит почему я в каких-то моментах более чем уверен вот это и будет темой нашего сегодняшнего ролика кто-то пытается там много комментаторов которые пишут надо делать так надо делать так но друзья все вот эти эксперименты экскременты они все за моей спиной они все пройдены и если бы вот эти советы которые пытаются мне дать они приносили какой-то результат они бы были в моих роликах ну давайте будем рассматривать одно из моих заключений на примере вот этой батареи эта батарея была хотел сказать фигурантом нет не фигурантом а как одним из исполнителей главной роли в одном из них в одном из последних моих роликов это реактор который я решил оставить себе которые купил на приемке и после того как я записал этот ролик я ее кинул багажник и эта батарейка провела все это время в багажнике после того как я решил сделать какие исследования экскременты так сказать я ее достал снял параметры и в дальнейшем буду объяснять после того как мы сделаем замеры на текущий момент будем работать вот с этим прибором с анализатором батареи и все замеры будем делать только и батарея 660 ампер гос номер не надо и снимаем показатели отпечатываем так вот здесь у меня еще несколько показателей которые я снял чуточку раньше и будем давайте сравнивать дело в чем дело в том что я вот как говорится на своем опыте убедился и решил это перепроверить в том что иногда перезаряд может реально уменьшить параметры батареи вот так у нас первый замер этот последний этот вот смотрите друзья после недели как батарейка пробултыхалась у меня в багажнике я ее вытащил занес в теплое помещение отдал отогреться и хотел ставить ее уже под капот сделал замеры вот смотрите внимательно на замеры это дата проверки 5 января 1343 и смотрите какие прекрасные были чудные показатели пусковой 687 сопротивление 485 nrc 1279 и сух 87 процентов по логике вещей все отлично все замечательно можно было ставить его под капот но я решил сделать небольшой дозаряд вначале сделал дозаряд с на 14 8 вольт в этот же день 5 числа его правил дал батарейки отстояться и сделал замер на следующий день что мы видим провисание провисание но до 661 ампера было 687 после 14 8 от стоя замер показал 661 и сопротивление 503 сох 84 процента 1 1 1 батенька решил сделать еще один дозаряд на 16 вольтах как это требует производители как это рекомендует многие советчики провел на 16 вольтах и снял показатели вот смотрите на дату на время и что мы видим повышенный нрц 1379 но это было только после заряда сразу резкое обрезание 641 по пусковому току вместо 689 сопротивление 510 518 и сох 81 процент теперь вчера да вот отстояться батарейки батарейка отстоялась и после отстоя провел еще один дозаряд так как я делаю всегда то есть на максимальном нозе до отключения зарядного свойства вот вчера я его проделал и дал батарейки отстояться сегодня 1119 время и параметры немножко улучшились сейчас показывает 667 ампер сопротивление 499 и сох 85 к чему я это говорю друзья вот вот эти лишние то есть мы вытащили с батареи параметры которые нас устраивают все тратер было останавливаем работу и наша батарейка будет выкатывать то что на что она способна если же мы пытаемся ее еще развернуть раскрутить и вытащить что-то из нее больше то ничего хорошего ни к чему хорошему это не приводит как видим параметры у нас стали немного хуже но как бы ничего страшного в этом я не вижу это моя батарея и этот эксперимент я проводил именно на ней теперь что мы будем делать дальше хочу провести эксперимент экскремент который не о котором меня попросил один из подписчиков в принципе наверное не один потому что судя по многим комментариям многих интересует именно поведение батареи с в различных при различных температурах поэтому сейчас я эту батарею закину под капот сегодня у нас тепло на улице минус 6 минус 5 уже видно не видно вам давайте давайте будем доверять друг другу и прошу вас поверить мне на слово сейчас я ее поставлю под капот и до конца рабочего времени она будет стоять под капотом и как мой рабочий день закончится проведем первое измерение батарея остынет в помощь у нас будет вот такой вот вот такие клещи которые опять сожалею что я их купил дело в том что та основная функция ради которой я ее брал этой функции нету то есть измерение пускового тока чтобы можно было измерить и зафиксировать его этого к сожалению в этом приборе нет повелся на красивый вид на несколько комментариях положительных и как говорится опять попал но единственное что мы сможем замерить с помощью этих клещей это появление вернее не появление а именно проявление наверное зарядного тока после запуска двигателя сколько батарея может принять по току и так сейчас батарейку ставлю под капот и будем проводить наш экскремент и на основании этих замеров будем делать какие-то выводы первый замер решил сделать все-таки на теплой на прогретой батарее и практически еще на не остывшем двигателе так ну давайте проверим установил батарейку под капот ой бляха муха выходим 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 проверить аккумулятор в транспортном средстве обычный клеммы сверху так 660 собачки мы играются кидаются на мою машину как видим сразу провисание по напряжению только накинул клеммы но с чем это связано будем потом разбираться так для теста стартера нажмите enter нажимаем enter и производим запуск двигателя где еще моя третья рука так запустили двигатель так зарядку будем пролетать на без вот этих перегазовок включение света нагрузки все это прочее это нам как бы сейчас не надо так блин не хочет он надо казануть видимо высокие обороты так единственный недостаток в этом приборе то что мы не можем отдельно проверить запуск и отдельно проверить генератор вот опять видите надо ему газануть чтобы оно увидели что он увидел все в порядке спасибо зарядке так отпечатываем первый наш тест на автомобиле так теперь отрываем и пойдем посмотрим что там у нас показывает амперметр сразу после запуска практически сразу и ток заряда у нас 1 ампер прибор не советую и рекомендую никому убрать потому что показатели неточные вот такой ток у нас принимает батарея 005 ампер хала ты что на машину кидаешься офигевал что ох ты глуши машину первый тест у нас проведен вот такая у нас ситуация все заметено сегодня вроде должен опять трактор прийти почистить территорию гаражей и почему я начал этот искремент у нас наша гидрометеослужба или как правильно гидро гео короче метеослужба которой я абсолютно не доверяю обещает нам морозы почему не доверяю потому что целое лето нам она грозилась нам грозы с ливнями и ни разу прогнозы не сбылись как только они перестали эти смс пересылать как грохотнуло как ливануло блять а смс не было ну посмотрим если прогнозы сбудутся то буквально завтра утром у нас будет уже тридцаточка ну как минимум тридцаточка какая температура будет посмотрим утречка все вкусная кость смотри как объективно живет друзья наверное вам интересно по крайней мере мне интересно в каком состоянии там батарейка которая стояла у меня до реактора и на которой я проездил ну полтора года не полтора да почти два года давайте глянем единственное что я ее отогрел и снимем показатели отогретой батареи так 590 590 ожидаю 590 ампер 95 процентов по суху 577 выдает нрц 1280 сопротивление 478 кстати она выдавала 100 процентов на последнее мое обслуживание это было наверное в ноябре не помню или в ноябре или в октябре в конце октября давайте посмотрим что с плотностью у нас плотность 1.28 1.28 хорошая отличная батарейка батарейки 2 года 25 25 января 21 года выпущена батарейка я ее купил замороженной принесли во льду мужики видать забухали или что нужны были срочно деньги принесли как мертвую так же само купил по закупочной цене два года отработала две не два года прошлую зиму и год отработал зиму и вот месяц декабрь гриб 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 дает о себе знать поэтому ролик наверное получится у нас невеселый вот такая батарейка у меня стояла друзья время седьмой час температура на улице понизилась до минус 12 градусов даже гидромет нас не накалывает ну показывает 11 предрекают 19 до этого писали что будет 30 так время 5 минут седьмого пора вставать на лыжи но как мы и договаривались сейчас будем делать еще один тест то ли батарейки стартера забыл ну короче будем тестировать сейчас а вдруг не заведется минус 12 все-таки на одном канале я нашел ролик аккумуляторщика который в минус 13 не завел свою чучун дробля ладно пойду готовить готовиться к тестам итак прибор в машине показывает 12 2 ну-ка давайте что нам покажет в транспортном средстве и н ну уже показывает что батарея разряжена нажмите тест для стартера заводим сцепление не выжимал а йоперный театр забыл нажать enter вот так вот запуск двигателя блять тестератор так запускаю для цепления выжить ну давай выжим не закачал полностью бензин поспешил поэтому длинный запуск получилась так газонуть двигатель при отключенной нагрузке газонули дальше без нагрузки ах ты блять бывает глохнет короче все делаем по новой парни прошу прощения выход блять завис ой ёб твою мать ладно немножко лоханулся но нас интересовало именно состояние батареи пишут хороший перезаряд 12 37 вольт 630 ампер сопротивление 528 сок 80 процентов сок 71 1 в транспортном средстве так нормальный запуск но у нас время получилось 196 низкое напряжение это у нас меря 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 меряем без генератора с собой до дому зайду домой как забыли замерить же какой-то потребляет генератор но машину надо греть потому что что-то намудрили с мозгами с датчиками и на прогреве машина глохнет если ее не подгазовывать приходится ее поддерживать газом ничего сложного я в этом не вижу заводится отлично поддерживаю газок и машина работает проблему эту не не победил горит чек и не собираюсь честно говоря побеждать возможно летом буду продавать и так сейчас пусть минутку поработает прогреется и посмотрим сколько потребления потоку 3 ампера потребляет аккумулятор кстати обратите внимание мента положил на двигатель чтобы выгрел а то не дай бог масло сольют масло корейское кекс 5 на 30 но этому прибору особо доверия у меня честно говоря почему-то нет 2 почти 3 ампера потребляет на холостом ходу таким образом что продолжим наш элемент завтра утром чу кеша ты готов к охране объекта принять объект хова те кости я уже об грез там тела ведь нечего друзья ночь для вас пролетела гораздо быстрее чем для меня теперь мне нужно выпить чашечку кофе они там по немножко по-другому нужно принять ванну выпить чашечку кофе сейчас будет тебе и кофе и какого ща я говорю папанов так я обещал сегодня минус 32 но я немножко погорячился потому что неправильные дни посмотрел на сегодня гидрометцентр обещал двадцатку он все равно на кого сейчас минус 25 тридцатка должна быть завтра ну давайте сделаем замер он стоит наш кто я снегом присыпала за ночь кому делать нехуй завтра будет минус 32 и минус 30 ну посмотрим загадывать не будем сегодня 25 . сейчас выпью чашечку кофе и алга комсомол пойдем дрыгнем нашу машинешку все вы ничего друзьям блять ветер собака аж сать передумала вы ее на улицу кое-как заставил так ну что давайте будем проводить как ты для тебя включить сжигание не выставил за много и получили статус когда за 7 наше местное радио заман называется так на что давайте попробуем провести еще одно тестирование так никогоич вспышку наверно уберем вот так вот будет лучше и на транспортном средстве обычный крема сверху обычный и н 660 хороший перезаряд как видим 1207 и вот уже я смотрю как хейтер или хейперы блять на их по-другому называю не башет по клавиатуре и тут еще за аккумулятор щек как ты зарядил так аккумулятор 12 на силу ну интригу будем держать еще чуть-чуть подержим не возможно сегодня возможно завтра я при разборе полетов объясню почему вот именно такая просадки 484 показывает пусковой ток так нажмите хрануться в не будем запуск двигателя 5 нейтральная закачали так не 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 пугайтесь сейчас возможно заревет заревет у нас насос гуру завелась нет не зарычал так что-то не настраивается камера 11 15 а вот проснулся насос гуру камера замерзает нормальный запуск 11 15 время 4 секунды так генератор меряем ох заблок а а а а а а так все в порядке без нагрузки десять сорок четыре а это тот момент видимо когда мы заглохли попробуем опечатать так что тут проверки сегодня у нас 8 10 13 где вам вот этот это будем разбирать в теплом помещении сейчас машина прогреется прогреется пойдем посмотрим сколько там току вырабатывает наш генератор буквально 1-2 минуты и обороты стабилизируются так пока поставлю на паузу обороты стабилизировались и как видим наш мидо прибор показывает 2,43 ампера 2,35 ну пиздит принимает на грудь наша батарейка пиздец как холодно бля рука замерзла кому-то болеть уснуйте а в теплое место себе не охота бля там дворник чиха нет не пойдет нет бельевага с утра кричит блядь увольняйте меня холодно ладно поедем в сторону гаража и друзья приехал на работу а здесь у нас минус 28 не знаю видно вам не видно вот так вот сфокусировать ага ну дело в том что здесь близко речка метров сто от меня и постоянно на градуса 3 на градуса 3 у нас разница то есть здесь температура всегда ниже замерло кое-как воткнул свою машинку на свое почетное место пришлось пробивать дорогу метет неплохо блядь еще и термостат заклинил не открывается машина подъехал подъехал в гаражу закипела блядь термостат есть но кто же его менять будет если только с Кешей договориться Кеша нет он не согласен но я не